Ну что, друзья мои, сейчас я немножко вам расскажу о золочении Решила я все-таки фон делать золотым, поэтому сейчас будет несколько этапов работы Первоначально я хочу залить эту часть под золочение более темным Обычную черную темперу нанесу тонким слоем Скорее всего, вот такими разводами, большой кисточкой флейтся Потом она высохнет и я нанесу лак Мордан Потом надо будет подождать 12 часов и после этого можно будет наносить золото Релессировала и уже высох у меня слой Специально покрывала неровно, чтобы в трещинах между золотом было видно какое-то такое, как мерцание, что ли Чтобы не был фон глухо закрашенным Также подложку сделала потемнее, примерно в тон золота Для того, чтобы не было белых швов и таким образом золото будет более красиво мерцать При каком-то освещении будут трещины казаться светлее, чем золото, а при каком-то наоборот золото будет светлее Сейчас начну наносить мордан Мордан бывает разных фирм Такой, такой, я сейчас открою новый, хочу попробовать, как он в работе Покупала в Москве, нанесу его и надо будет ждать минимум 12 часов На самом деле на практике получается, что чуть дольше, чем 12 У меня обычно через 12 часов немножко все-таки такой жидковатый получается текстура Вообще, по идее, мордан наносится, через 12 часов можно наносить золочение И работать с ним можно еще плюс 12 часов То есть должно после нанесения пройти 12 часов И следующие 12 часов считаются рабочими для нанесения золочения Паттали или сусального золота Поэтому я сейчас на ночь нанесу этот лак И завтра днем, где-то часов через 15-17, тире, буду наносить уже золото Мордан уже не должен мазаться То есть смазываться, жидких кусков не должно быть Он должен быть такой немного клейкий Что ж, приступлю к нанесению Прошло уже 12 часов и мой лак готов к тому, чтобы я на него наносила патталь Что такое патталь? Патталь это искусственные листы для золочения То есть искусственное сусальное золото Выглядит оно примерно так же, как и настоящее золото сусальное на работе Поэтому лично я не вижу смысла переплачивать Патталь бывает любых цветов металлика, вариаций Это может быть золото, бронза, серебро Бывает даже вот с такими разводами Как будто окислившийся металл В каком виде она продается? Она продается либо вот в таких книжках У меня еще и золотые листы есть Серебряные уже закончились у меня Это цельные листы Такими листами выполняется гладкое золочение Бесшовное золочение То есть где нет никаких трещинок И должно быть идеально нанесено Абсолютно ровное, но всегда абсолютно видны какие-то квадратики Для того, чтобы было гладкое золочение После того, как вы уже позолотили Ну, нанесли патталь Обязательно надо ее либо шерстяной тряпкой приглаживать Либо агатовым камнем Что чаще всего используется, особенно в иконах На золочение фонов Возвращаясь к видам паттали В каком виде ее можно купить Также она может быть вот такая рваная Вот такой вид паттали дешевле Потому что его можно делать из ошметков вот такой лишних Поэтому если вы хотите делать рваный фон А лично я сейчас хочу делать именно рваный фон То присмотритесь к покупке именно рваной паттали У меня вот эта упаковка бедная несчастная путешествовала уже и в Москву Из Москвы и здесь на переездах Поэтому она еще больше размельчилась Конечно, такими маленькими кусочками будет дольше Немножко золотить Но внутри они на самом деле вот этот вот видно Он свернут он, если его разгладить Он довольно-таки большого размера будет Хотя на самом деле в итоге будет по времени вот это даже быстрее Потому что с ними не надо супер аккуратно работать с кусками А вот с цельными кусками, когда задача стоит нанести идеально ровно Там уже очень осторожно надо Если вы хотите гладкую поверхность создать Наносить патталь надо при помощи специальной кисти Она из белки, очень тонкая, супер мягкая Вот я рукой вожу, я даже не ощущаю, что я что-то трогаю Ей как бы намагничивается лист вот так И наносится, после чего разглаживается Эту кисть я храню просто в упаковке от билетов Авиабилетов, ей уже тоже тысячу лет в обед Просто в ней удобно она хранится, не ломается И я уже помню, что она там Извиняюсь за свой гнусавый голос Я тут немножечко заболела, поэтому у меня такой гнусавый голосок Что вот это за страшные такие вот две картонки, совмещенные скотчем у меня Это то, как я храню листы золота Листы золота нельзя никак повреждать Никак сминать, сгинать, ни в коем случае Поэтому я их просто засовываю между двух картонок И обматываю скотчем все это дело И таким образом ее можно перевозить куда угодно Сколько угодно раз, ничего с ней не будет И храню я ее, собственно, таким же образом Какое золото предпочитаю лично я? Как я уже сказала, тут скорее предпочтение по стилю работы По итогам финишу, нежели между-между Почему? Потому что лично я не люблю, когда абсолютно гладкие фоны Мне кажется, это так мертво В иконах, конечно, неприемлемо рваное золочение Там должен быть ровный, гладкий абсолютно фон Это стилистическая обязанность, так сказать Поэтому так должно быть Но в работах каких-то живописных, с маслом Когда более живая работа И хочется сделать ее более живой Особенно в портретах каких-то более современных Я всегда использую именно рваное золото Мне нравится именно рваный эффект Его я наношу вообще пальцами Просто руками, кусочек за кусочком я наношу Вот эту кисть я вообще практически не использую Только вот для такого типа золочения Когда мне нужны большие куски И побыстрее я хочу заполнить Я рву вот такой лист и его тоже наношу Примерно посадила на место, которое мне нужно После этого кисточкой мягкой сверху его пригладила Следующий лист Но надо аккуратным быть, чтобы лак, бардан, который мы до этого нанесли На котором мы будем наносить золото Не был слишком липким Потому что он может остаться на кисти Когда вы разглаживаете лист И следующий лист, когда вы будете наносить и разглаживать Может быть немножко поврежден Поэтому смотрите, чтобы мордан был уже подсохший И еле липкий Вот так красиво выглядит золото, паталь Сусальное золото выглядит точно таким же образом Где я покупаю все материалы В частности паталь Это не реклама Это действительно я всегда там покупаю Потому что там большой выбор, мне удобно Раньше этот магазин на чистых прудах назывался Триколор Сейчас он принадлежит все эти красный карандаш Вот у них это все есть Я обычно на чистых прудах все брала Ну мне кажется и в других должно быть Можно просто в интернете узнать наличие есть или нету Там очень много вариантов разных цветов Золото, рваное, нерваное, серебряное, золотое, бронзовое, окислившееся И также вот эти краски я покупала там Это, как вы знаете, мои любимые металлики Самый ходовой у меня Вот этот цвет на нем даже стерся Стерлась, как он называется, но как вы видите Он самый такой зеленоватый, холодно-бронзовый И вот этот, кстати, тоже очень красиво смотрится с графикой Он такой медный Почему для нанесения патали надо использовать Именно вот такую мягчайшую белящую кисточку Потому что при касании любой другой кисточкой Ваша паталь разрушится Она очень тонкая Сейчас пробежал ребенок, был легкий-легкий ветерок И паталь, смотрите, сразу свернулась с листа Вот белочкой я могу аккуратно ее подцепить и разгладить Никаким другим материалом это сделать невозможно Причем уже второй раз происходит А иначе бы этот лист был бы уже утрачен Также я его аккуратно сдвину в итоге Разглажу сначала и немножко подвину И он остался у нас абсолютно неповрежденным Поэтому не паникуйте, если такое происходит Ну что ж, такое лирическое отступление было, балтологическое Немножко вам рассказала Конечно, это не все, но так вкратце И сейчас буду уже наносить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас в процессе нахожусь В итоге, как я делаю? Я заметила, что золото кусковое Я имею в виду то, которое нарвано кусочками И золото листовое, которое гладкими листами Оно разного цвета Мне это нравится Поэтому я решила основную массу Все-таки я хочу более такой теплый оттенок сделать Поэтому я беру листы крупные Их накладываю, немного разрывая То есть как бы гладко накладываю Немного разрывая И оставляю между ними специально трещины И какие-то большие такие прорехи Прорехи основные я буду забивать Вот этими вот мелкими кусочками, рваными Поэтому сейчас у меня такая работа Разрывания листов накладывания Пока это ничего не отполировано Потом еще кисточкой я буду смахивать вот эти все куски И между швами буду уже вносить вот такое золото Оно еще другой фактуру получается За счет того, что оно более мятое Оно более матовое получается И не знаю, видно вам разницу цвета или нет Вот отсюда видно хорошо Да, вот это теплее, это холоднее Сейчас нанесу все золото Покажу, как выглядит оно нанесенное Я совсем чуть-чуть разглаживала кистью пока Чтобы видеть, где, какие части оно занимает Это золото в более разглаженном виде А потом еще немножечко тряпочкой, кисточкой полирну Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, нанесла я все золото Сейчас кисточкой с эндетикой все прошло Основную массу смела золото ошметков Это надо обязательно пылесосить Пока не пылесошу Взяла кисточку пожестче Этот колонок уже ей выравниваю Стою сбоку, чтобы у меня отсвечивало И смотрю, где есть швы вот такого вот типа неровности Да, то есть где идет наслоение золота Мне надо его убирать, чтобы было все золото выровнено Вот здесь вот видно сейчас То есть вот эти вот все ошметки лишние, которые не прилипли Надо обязательно смахнуть Чтобы было золото более отполированным Ровнее, и все это аккуратнее выглядело Я еще вот так как бы подхватываю Подковыриваю даже вот ворсинками Из-под низу вот эти складки лишние Основной я, конечно, уже убрала Вот тоже вот здесь Надо выгладить вот это, отполировать И уже нету шва Вот сейчас сбоку видно, да, много таких ошметков А должна быть гладкая поверхность Вот оно все летит вниз Мне надо, конечно, спить, пока ребенок не проснулся Чтобы я могла все пропылесосить Но основную работу я уже сделала В принципе, смахивать можно и потом Но нанести надо обязательно за раз А то высохнет лак и уже ничего с этим не поделаешь По поводу, кстати, если у кого дети Или нельзя, чтобы запахи были в квартире То предупреждаю, мордан очень сильно пахнет На утро он уже не пахнет Но вот на ночь я специально на ночь наносила Чтобы ребенок не дышал этим И открыла окно на ночь Продолжу сейчас полировать Ну и, конечно, это все еще не дописанное И красное, и все, и обе фигуры надо писать Специально на этой стадии Золочу для того, чтобы была видна общая картина Что добавить, что убавить Плюс еще швы, конечно, не идеально ровными получаются Их надо будет в любом случае дописывать, дорабатывать И делать более аккуратными Поэтому я где-то вот на средней стадии золочу Чтобы была вся работа видна в целом Еще момент, который хочу заметить Золото вы видели Я накладывала не от куска Какими-то большими пятнами по всей работе Чтобы не была видна общая картина Мерцает красиво Ни одна краска не может создать такой же эффект Как золочение Особенно если наполировать Оно будет еще ярче Лаком если покрыть тоже Кажется, стало лучше Не зря я стала все-таки золото делать Вот и готово золочение фона Отполировала уже Можно, конечно, отполировать сильнее Но я не хочу Я не хочу, чтобы была такая почти зеркальная поверхность Это будет совсем уж пошловато Пусть хоть чуть-чуть такая шершалость останется Но видно уже, да, что оно так блестит Вот даже видно отражение руки Насколько оно наполировано Следующим этапом буду прописывать уже татуировки золотом Пока не решила, буду писать их золотой краской Но она уже загустела у меня изрядно Поэтому, может быть, все-таки я сделаю сама золото То есть я из сусального золота Его помолю и создам свою собственную краску И, может быть, это тоже для вас засниму на арт-канал Пока не уверена На этом я заканчиваю свое видео Получилась у меня такая средняя промежуточная часть работы Полностью на тему золочения Потому что давно вы меня просили А в следующей части уже будет, конечно же, финал Прописи более детальные, фаны, естественно, красные будут писаться Ну, а на этом я с вами прощаюсь Желаю всем отличного настроения Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео Желаю всем отличного настроения До новых встреч! Пока-пока!